Едем по лесу. Обнаруживаем местных жителей. Привет. Большая? Да, вытянутая, большая. Черепаха номер восемь. Черепаха номер восемь. Это прям такая опытная. Видно, что у нее панцирь где-то шоркался. Молодец, ушла с дороги. Едем на противоположную сторону острова. Будем искать ущелья с живописными видами и пляж. Но чтобы туда добраться, нам необходимо пересечь горы. Вообще Эвия очень горный остров. Достаточно много серпантинов. Постоянно какие-то перешейки надо проезжать. На дорогах Греции очень часто встречаются вот такие вот строения. Прям по обочинам сельских, городских дорог. Всех дорог, за исключением, пожалуй, только платных трасс. А это вот такие вот молитвенники. А некоторые думают, что это место там какой-нибудь аварии, ДТП, либо место гибели какого-то человека. Но нет, это не так. Это именно молитвенники. Это такая старая традиция, что еще в давнее-давнее время на дорогах ставили небольшие вот такие сооружения, где можно было поставить свечку, помолиться в пути. Ну, собственно, греки поддерживают эту традицию. И сейчас ты, правда, уже не пешком пересекаешь какой-то путь, а идешь на машине. А молиться здесь полезно. Покажи, какие серпантины. Да. Греция очень гористая. Вот это вот все заселено. Вот эта вот гора. И все поднимаются по очень узким и резким дорогам. А слева течет река. Пляж. С ущелья. Маленький пляж. А ущелья где начинается? Покажи. Лодочка. Оно вон туда идет направо. Вот дорога вот так вот. Называется ущелье Святого Дмитрия. То есть отсюда начинается ущелье, да? Да. Можно сказать, что у вас это старт. Скорее всего она здесь заканчивается. Говори. Это билетеры. В ущелье вас не пустят. Какие красивые. Видите, у них винтороги, козы. Ох, как же они скачут. Ох, сейчас покажу. Не каждый сможет вот так карабкаться по горам. Эти козы просто могут зависеть на вообще любую крутизну. Очень красивые. Сыр такой вкусный делает вообще. Вот они. Нагуливают. Ущелье Демасари выглядит вот так. Очень зеленый. Очень красивый. Протяженность примерно 3 километра. И с каждым метром дорога ухудшается. Становится практически непроходимой. Такой бездорожный. Большие-большие горы. По местным меркам. И снизу течет река. Ой. Стой, стой, стой. Опять пост охраны. В общем, этого ущелья атаковали козы и овцы. Не перебегай дорогу. Мы вот только что оттуда приехали? Да, вот оттуда. Где пляж видно. В общем, можно проехать по кругу. Насладиться природой. Здесь мало людей, мало транспорта. Поэтому прям действительно уединение и покой. Проехать просто невозможно. Они просто нас поджидают. Они обидели, что мы их снимали в прошлый раз. И теперь просто ждут, когда мы вернемся. Посмотрите. Но они все красивые, невозможно. Посмотрите, какие цвета у них, шерстки. Серые есть. Вы плюетесь или пукаете? Поехали. Давай, давай, разгоняй. Я боюсь, они там камнепад устраивают. Ой, малыши там где-то рядом с ними затесались. Вы посмотрите. О, как они залезают. Давай, покажу. Вечка-то откуда-куда. Ну все, парни, простите, но... Вот тут точно с вами церемониться не будет. Козы все-таки поумнее, чем овцы. Ущелье вот такую структуру имеет. Пластами выложена порода. И она разного цвета. Вот сейчас поедем дальше. Будет видно, это будет предущелье, что из многих гор и пригорков добывают что-то там. Прям карьеры. В одном месте, мне кажется, даже уголь добывают. В бурю в этом ущелье лучше не находиться. Будет опасно. Вот это последствия одного из обвалов. Сошла порода. Поднимаемся к самой высокой точке острова. Самая высокая точка гора Тирфис уже виднеется. Вот сейчас пропадает потихоньку. Ее верхушка еще немножко снег держит. В Греции зимой тоже холодно. Конечно, не как у нас, ни минус 30, ни минус 20. Но печку потопить приходится. И заготавливать дрова приходится пораньше, с мая. Поднимаемся в гору Тирфис. Становится уже такой лесистый пейзаж. Очень красивый, скалистый. Прохладнее стало. Сейчас проезжали мимо термометра. Было плюс 28. Но здесь уже свежий ветер. И пахнет, запах есть. Здесь лохнее. Наконец-то свершилось. Мы нашли черепашку. Греческая. Привет, красотка. Хотя похожа на наше. Отойду-ка я, чтоб ее видно было. Спряталась. Спряталась. Сейчас мы подождем несколько минут. И она вылезет, поползет дальше. В Греции черепахи живут вот примерно в таком лесу. А вот уже не на небольшом подъеме, но не на самой вершине. И здесь они примерно просыпаются вот в мае, к середине мая. И уползают на асфальт по Греции. Поэтому вот такая картина, когда дорога переползает черепаха. Вполне нормальное явление в Греции. Вот она, самая вершина, до куда можно добраться на машине. Дальше уже только скалолазить. Как раз вот стоим напротив горы, где чуть-чуть остался не растаявший снег. Слева вершина горы Гирфис. Еще метров 150-200 и на самой вершине. Но дороги туда нет. Можно добраться только со скалолазным оборудованием. Музыка Музыка Нашли еще одну черепашку. Вот они, повылазили. Вот это, видимо, персональная охрана. Два пса. Но псы ничего не делают, черепахи. Наоборот, охраняют ее. Нужны знаки, осторожно, черепаха. Черепаха номер три. Поехали, поехали. Вы думаете, что черепахи медленные? Угу. Сколько сейчас вот был ролик? Не больше сорока секунд. Нет, тоже это греческая золотая маленькая. Привет. Мы просыпались, у них теперь активность пошла. Есть надо. Черепаха номер четыре. За сегодняшнюю часовую прогулку. Не бойся, ползи. Ладно, поехали, не будем пугать черепашу. Пятая, да? Да. Вот она, пятая уже. Это прям совсем большая. Непонятно, куда она хочет залезть. Видимо, пришла с противоположной стороны. Пятница. Не двигайся, она не тряпится. Пятница. Черепашки отдыхают. А тебя как зовут? Ну ты еще совсем малышка. Мне кажется, года четыре еду. Ну размер это нормальный уже. Хорошо кушает, наверное. А что бы здесь плохо кушать? Столько еды. Даже конкуренции никакой нет. Ну максимум, козочки. Что-то такая ленивая совсем. Солнце уже ушло. Вот солнце справа. А здесь уже нет. Черепашка номер семь. Ползи давай дальше, ползи. Давай, давай. Не стесняйся. Проводим сейчас черепашку до конца, чтобы ее никто не сбил. А тут такое бывает периодически. Пока едем к следующему месту, к природному памятнику, расскажем немного о греческих кофейных традициях. Во-первых, в Греции есть греккофе. По факту это очень мелко перемолотые кофейные зерна. И турецкого кофе никак не отличаешь. Есть турецкий кофе, греческий кофе и гипрский кофе. Они все совершенно одинаковые по вкусу, но каждая страна называет по-своему. Следующее, что можно сделать из этого греккофе? К примеру, традиционный летний кофейный напиток греков и гиприотов Фредо Капучино. Либо Фредо Эспрессо. Суть какая, что у вас кофе, немного сливок и лед. Много льда. Все это перемалывается и у вас получается холодный, освежающий кофейный коктейль. Либо просто кубики льда кидают. Либо кубики льда. В зависимости от места, где вы покупаете. Но на Кипре есть две версии такого вот Фредо Капучино. Чем они различаются? Первая это такая дешманская версия, когда он насыпает гранулированный кофе, что-то типа из кафе, насыпает немного сухого молока, добавляет воды и закидывает все льдом. Евро обычно стоит. Обычно это стоит евро и собственно все ксистые просто им заливаются. И вторая версия, когда обычный молотый кофе вам варят, добавляют также молока, уже не сухого, обычного. Перемалывают, добавляют немного льда и можно пить. Если честно, действительно освежает, потому что летом горячий кофе вообще невозможно пить. Во-первых, он вообще не остывает. Это особенно, что вы покупаете горячий кофе, идете полчаса, идете 40 минут, он вообще не остывает, потому что на улице достаточно жарко. Вот такой вот Фредо Капучино очень освежает. Попробуйте. Половина Эвия выглядит вот так. Такой приятный хвойный лес. Гористая местность. Вообще очень полезное местечко для здоровья. Прохладно. Но снега здесь выпадает много. Вот это вот мерилки снега. Вот эти вот черные столбики с красными метками, которые мы приезжаем, это измерение уровня снега. То есть примерно метр-полтора, до двух с половиной метров спокойно может выпустить здесь снег. очень тихо и очень мало людей. В лесу часто можно увидеть кучу вот таких маленьких цветных боксов. Это характерные для Греции и для Кипра. Это апартаменты пчел. Принято, чтобы ульи были цветные и прям такие яркие-яркие. Выглядит классно. О, следующее. Сейчас подъедем. Там прям вообще хорошо в этом метре. Она ела с ними. Сейчас, сейчас. В мае зацветают оливковые деревья. Цветочки у них вообще невзращенные. Маленькие-маленькие. Особо ничем не пахнут. Зато через пару месяцев там появятся маленькие шишечки. Черненькие либо зелененькие. А еще через пару можно снимать урожай. Их снимают специальные машины с такими большими вот такими лапами, похожими то ли на ножницы, то ли на щипцы. И есть еще ручной сбор. Здесь вот целая плантация оливковая. К каменному лесу Керасии. Это такой лес, который окаменел после извержения вулкана миллионы лет назад. И сохранился до наших времен в окаменелом виде. Он находится где-то в этом районе, в северной Аеве. Свернули с дороги на бездорожье. Едем по камешкам. Пытаемся найти окаменелый лес Керасии. На картах он нигде не обозначен. Нашли пару сайтов, где разные координаты указаны. Надеемся, найдем. Вероятно, до леса идет вот такая вот дорога через реку. С камешками. Надеемся, все-таки найдем этот лес. Потому что не зря же мы сюда ехали. Едем по лесу греческому. Искать другой лес. Но ничего пока не нашли. По карте мы уже рядом. Надеюсь, что-нибудь обнаружим. Едем по лесу. Обнаруживаем местных жителей. Привет. Большая? Да, вытянутая, большая. Черепаха номер восемь. Черепаха номер восемь. Но это прям такая опытная. Видно, что у нее панцирь где-то шоркался. Цель пока не найдена. Лес не нашли. Развернемся, поедем в другое место. Все-таки красиво на острове Эвия. Солнечно, приятно, тихо. Сейчас передвигаемся к второму месту, где возможно находится каменный лес. Надеюсь, мы его там увидим. Джипинг наш закончился. Выезжаем на обычную дорогу. И все-таки стараемся найти каменный лес. Нашли указатель на греческом. Оказалось, что все скалы, которые мы видим по пути вот спереди и так далее, это и есть окаменелый лес. Где-то прям сохранились большие стволы леса, но туда не добраться на автомобиле. Да и куда идти непонятно, потому что особо нет навигации до этого места. Ага. Тут таких три каменных леса сохранилось на большой части. Точнее, они большие, эти леса. Вот и один из них, который находится между Агианной и Керасией. Ну, ничего не понятно, поэтому сделали музей этого леса, то, что нашли. Мы в него попробуем попасть, но полчаса назад он был закрыт. Вторая попытка проехать к музею. Может быть, сейчас он открыт. Находится музей маленькой деревушки. Маленькая, прям совсем маленькая. Такая красота цветет в Керасии. А мы спускаемся к центру деревни. Центр определить просто. В самом центре находится церквушка. Храм, церковь. В зависимости, конечно, от крупности города. Так, а музей, по-моему, справа. А вот он музей. С пяти до восьми. Блин, не успеваем. Мы подъехали после двух, он уже закрылся. А время сейчас три тридцать. Не увидим окаменелости Керасии. Едем к пещере Зевса. А по дороге встретили корпорацию пчел. Если вы видите греческий мед, можете быть уверены. Это действительно натуральный мед. Потому что здесь очень-очень много ульев. Ехали искать пещеру Зевса. Где, по преданиям, Зевс познакомился с Герой. Координат особо нет. Знали, что направление деревни Савуни. Саруния. Саруния. Но, к сожалению, точности никакой больше нет. Не нашли пещеры. Указатели нет. Но в бонус покажем вам Ниву. Типичная машина на Эви. Нива. И рыжего кота. Находимся глубоко в горах. Заехали в маленькую деревушку. И в каждой даже маленькой деревушке есть церковь. Красиво оформленная и приятно сделанная. Даже за колокол можно подергать бесплатно. Но никто этого не делает. Только что змею видели. Реально змея, видите, как язык вытаскивает. Вот она она. Вылезла с другой стороны. Привет. Но это явно не кобра, не должна меня сожрать. Едем в горах уже по факту без направления. Какой-то точки у нас нет, достопримечательности. И смотря на эти горы, мы думаем, что скорее всего пещера Зевса, она вот где-то тут. Либо в этих горах, либо в соседней. Потому что как раз такая здесь порода, что пещеру спокойно можно выговорить. Так и не обнаружив пещеру Зевса, мы спускаемся с гор. И проезжаем мимо вот таких вот видов горных. Глядя вот на гору слева и на гору справа. Вообще квиваю то, что пещера Зевса где-то здесь. А вот там пещера любви. По крайней мере так мы назвали ее. Видите, она прямо в форме сердца. Там какая-нибудь Афродита после того, как вышла из пены морской. Не знаю, встретила свою любовь. Ну и в принципе, примерно так и строятся все греческие мифы. В греческих городах. Ну и вот пещера вполне себе приличная. А почему мы не нашли пещеру Зевса? Да потому что нет координат. То есть ее рекламируют, но где она, не говорят. А вот на пещеру любви мы метку поставим. Смотрите в описании. Ничего не убивает российский автопром. Даже греческие дороги. Типичные дороги на Эвия. Горные такие проезды. В Греции очень мало машин. Поэтому, когда вы ошиблись, вы можете спокойно сдать назад и развернуться. И ни одной машины вы не встретите. Вам никто не побит. И на вас никто не поругается. Но даже если вы очень грубо нарушили правила, здесь вас полиция даже не остановит. Потому что полиция до вас уже без поворотника развернулась на двойной сплошной несколько раз, припарковавшись на зоне для инвалидов. Субтитры сделал DimaTorzok